на стол залезла и пока я там отвечал по телефону что она лишь какая-то поля пошла вот это такая воровка на стол залезла схватила кукурузу и поперла кверху едва отобрал спрашивает вот сегодня 21 август это и я на это что апрель забыл и месяц какой 21 апрель 2022 год володя уехал я тут один и как я тут питаюсь как ни разу еще печку не топил неделю зимой то зимой вот тут ночью замерзает а я не топлю хорошая температура подойду градусник погляжу это терпимо одеял много оделся я не знаю тут видно будет или нет нет не видать даже сейчас это еще 15 градусов работает у меня компьютер при том компьютер из такой не переносной а вот тут стоит процессор как называете ящик большой очень хорошо работать клавиатура моя но здесь xerox 40 копировать skype все заношу и вот спрашивает как мы обедаем все показан завтрак ну как вот мне сестры принесли у нас все есть это вот если его криви как геркулес только кини и сразу несколько банок пакетиков ладно здесь что-то еще у нас свои есть рожки лапша вот если тут не знаю видно нет будет вот тут банки вот такие вот все володя заполнил вот большие эти сколько они неужели 5 литров ну да масса растительная ну все есть здесь все но я пока ничего картошка своя вот мешка морковка лук свой да еще принесли вот как я должен относиться к этому вот у меня нет и мне не надо ничего не надо нет звонят я принесу не надо непослушные совсем вот принести и все что здесь это яблоки такие моченые как в банке говорят это сестра татьяна одна сухари у нас разная 5 черного хлеба и все пожалуйста всегда есть она наложила что мне мы все сегодня ходили чистый четверг грецкий орех еду сумку несу вот это специально как лекарство но надежда делает мне это курага там и мед и кедровый орех видимо молотый ну когда здоровья вот это черноплодка вот это вот она где-то черемшу достала ну как чеснок вроде бы вот это даже не могу понять что то есть как каша какая-то это все сумку наложила за раз пришел дома только узнал а это малина она пишет какого года это по что там но тоже что-то такое она даже на на написано было вот здесь вот вроде бы паста ну просто томатная вот так здесь какой-то она суп сварила это за раз натолкала сколько ветер все здесь я бы это не сварил никогда кукуруза вареная это у меня свой лук это она говорит хлеба положить его не надо у меня есть прихожу тут лежит хлеб уже вот морковка подготовил 3 3 морковки показал где мед мы еще продавал мед я не знаю почему он говорит вроде гречишь и что-то ему не так 500 рублей за банку наверное да банк это сколько трехлитровая три литра вот она банка мед пчелины натуральные без всякой примеси ночь еще показываю это и яблоки вот свежие яблоки тугие вот лук чищены вот в кастрюле у меня березовый сок прислали нагреваю чтобы всегда был теплый и сюда его вот не я не работаю 82 года где я не могу отбиться ничего прихожу занятия университете вел бесплатно турга такая едва до крыса добрался пешком хожу остановки 4 наверное на автобусе стоит какой-то яблоки ящик ну какой ящик ну коробка так посмотрел боюсь строго-то рванет думаю мы это потихоньку взял оказывается монитор большой монитор он у меня стоит 2 другой раз приходит тут один вот вы будете меня слушать сегодня представьте себе он мало же меня намного в лагере было ребенком но говорю смотря в чем ну то что я буду делать для вас ну я говорю ладно он мой тогда телевизор вот этот вот сюда вот и телевизор от компьютер убрал а вот этот новый новенький из магазина поставил программист я говорю витенька не надо мне это я на том обойдемся не разговаривайте вы сказали будете слушаться но это не все я был занятия в алтарском государственном техническом университете сейчас я не знаю сколько там ну 28 что ли тысяч студентов из 18 государств абитуриенты и ректор евсегнеев владимир васильевич там доктор академик там звание у него таких и у нас еще общего то и не было он мне сначала мы арендовали платили за аудиторию потом не стали платить и не сказали надо потом стали приходить с подарками по учебной части семкин борис васильевич приходил это все у нас заснято на фотографии и это а вот ректор к нему заходить когда там мария васильевна сидит секретарь пожилая женщина такая очень расположенная она без очереди пропустит ему но я пришел на год у него идет совещание вес профессорский состав там огромный такой у него кабинет но я сел на стул прямо против кабинета вот только кто-то заходил открыл он меня увидел вот увидел он ректор он стал а все профессора сидят машет рукой заходите что вы там сидите что вам тут я зашел он вышел из-за стола вот подошел ко мне ни слова не говоря за руку взял обнял поцеловал рукой до земли поклонился и ко всем обращается вы знаете кто это я перед этим человеком преклоняюсь это что тоже загипнотизировал его или как за зомбировал зарядите евстигнеев владимир васильевич царство ему небесное теперь его уже нету ну это это что а я считаю это любовь божия когда я им говорю зачем вы делаете я не могу ничем рассчитаться да мы сто раз вам дороже мы были неверующие мы через вас пришли к богу я библии достал все это люди так говорят вот поэтому надо морщинку живете всегда тут ну что я должен делать я прихожу уже все лежит но выбросить ну ладно ли это будет за такое дело золото и бросать в воду это глупостью считает ангела тоус безумием и вот я говорю сегодня 21 апреля вот на обед у меня что есть тут не видно кастрюля тут что а тут на корень солодки еще мало подогрели сделать у нас солодки еще сколько накопаны а у кого столько солодки есть вот она у меня солодка здесь лежит это сейчас умею сам чай заварить чай какао копия это у нас за наркотик считается мы не пим тут растителя масла в банках везде сода соль сода почти не пользуемся так что у меня там еще сухари а тут просворы вот мелко это накрошены всегда беру освещенная вода бутылки стоит вот она это я показываю все это обед что-то я поем один вот это на мелкой мелкой терке она вот такая терка как я тру всегда показываю то вот так вертикально леса то по диагонали быстро счищается вот как обед а сколько заплатил за это я только за мед все остальное ну так далее принесли это володя вот банку сделал еще огурцы не показал такие же кто-то туда банка с огурцами засоленными хорошие вот другой там еще что-то тыквы понесли вернул назад я не то она полезна я говорю да володя всегда варил ее кроме того сейчас пасха будет вот тут что-то по-другому будет многое тут все постное без растительного масла сейчас и вот попросили я сделал это дело я знаю что это будет на осуждение а мне пишут это большим авторитетом пользуется вы как едите ну как едим то мясо у нас круглый год нету с володей живем алкоголя капли одной капли даже никакой ни вина ни пива ни брашки ничего нету но все остальное вот собрали черноплодку но сахар сахар мне помогает один спонсор для детского лагеря и всегда остается с избытком и остается там мука володя стряпает лепешки опять не платить а тот человек почему дает ну дает расположены и все как-то связано было там с одним человеком а он ей близкий человек от он голубятник и у него голубь улетела ко мне залетел я дал дважды он улетал у него криворотов кажется владимир иванович кажется директор он тракторного завода даже в рубцовке должен быть и вот этот человек спонсор всегда все помогает один раз я написал мне нужно там допустим 96 килограмм сахару сахару 12 мешков муки первый сорт по 50 килограмм приехали разгружают грижу фляги а это что это вам а что такое мед спасики 38 литров фляга четыре фляги все под пломбами ягод ошибка какая-то нет это вам я не знаю брать или не брата как не брать когда вам послали так вот этот человек директор я повторяю директор он не просто помогает он от сердца помогает а как это узнать а как чего я не прошу то даст еще прошу у него нет это покупает и тогда в одном месте нужно было ну не знаю четыре или десять метров вот целлофана и вот даже видать он там накрыто целлофаном где-то ну и мне дают там сколько отмерили гляжу а мы приехали на машине несут большие рулоны чуть не с мой рост а то и выше может широкий такой вдвоем только грузчики несут один рулон а там одному не поднять 2345 кажется всем рулоном я говорю куда вы грузите я не просил мне это директор сказал вам какая тут история то даже рассказывать дальше за но директор дал еще должен сделать теперь директор да ну теперь я всех награждаю у кого есть даю представьте из магазина это такие рулона огромная я просил метров а он то тысячи наверное метров а почему так ну мне не надо объяснять я христианин я за все бога благодарю и так у меня идет не прошу то есть я прошу хлеб насущный и бог вот так дает вот на сегодняшний день я рассказываю какие люди у тебя захожу в городскую администрацию города барнаула на ленинском проспекте в бывший московский проспект в другом веке было и вот выходит мэр города мэр города входивший в десятку лучших мер в российской федерации баварин владимир николаевич и с ним какой-то человек небольшого роста вот прямо а я захожу в тамбуре еще он увидел меня да вы знаете кто это он говорит но я вижу что не знает но кто он знает из другого города это же лапкин он кому устроил что коммунистам не удалось а сам бывший партор моторного завода царство ему небесное в аварию погиб человек замечательный вот но ток от пол нырнула черная чернявка я закрою сейчас она опять носу носом давонет и выскочила и вот он едет в машине по городу такой человек рукой машет мне что нужно вот здесь вот центральном районе 13 соток далее за то что я выстудил когда был после реабилитации уже получить и я просил ног какие-то бы здания достать метров 100 квадратных получил 226 два дома в одном здании мы молимся это кто так делает понимаете я только думаю о чем-то а уже все у меня есть и горох тут были с украины беженцы тогда еще когда-то война-то там началась вот после майдана то и тут я давал мешками рожки разные ну все есть было масло растительного я попросил там килограмм может быть 80 а привезли почти 200 килограмм я врач ошибка какая-то нет так мало того директор прислала людей в лагерь они снимали у нас и тогда руководитель их а там группа и была не говорит отойдите в сторонку мне тут надо кое-что вам передать я гляжу что конверт я говорю от кого от директора нашего это я вам должен и это она сказала вам отдать понимаете я открываю деньги что я должен делать но тут факт что ко мне не прилипло ни одного рубля никогда а трудящийся достоин пропитания вы для нас десятки раз больше дали вот мне весь ответ который дают люди это бог рассудит а хвалишься моим господом хвалюсь хвалюсь и так господь делать я это не растил думать этот не строил и все это получил 226 квадратных метров жилой площади 13 соток земли в центральном районе самый красивейший рядом приток обе совсем недалеко вот сейчас это стройка даже мост 3 движения 3 туда идут машины в ряд и оттуда в 3 это все рядом и вот мы здесь имеем это все благодарим бога и славим его как все господь чудно устроил а тут я еще не 11 вот она через стенка и жена то блины то еще что-то сделает пельмени какие не не мясные рыбные то другое сейчас уехала тут одна из прихожанок живет пенсионерка любви николаевна потеева она несколько лет работала в органах мвд как врач терапевт у нее кажется один университет и еще что-то и везде у ней красные дипломы все-то мы с ней не сходимся вот она любит все соблюдать такое чтобы мусор обязательно его заключить целлофановый мешок и не надо рядом стоят ящики сыпь нет вот переходить дневной машины нету промахнули ушли нет стоять надо а остальное то она все делает правильно вот тут у у меня вода в двух откупились и нынче ведер я не знаю штук шесть или семь я попутно все показываю ничего не скрывая почему она не моё я показываю щад щедрот божественных а тут банки у меня стоят зачем нужно тут не покажешь я сейчас попробую открыть открыть попробую сейчас еще тут есть такое а вот что тут есть это гальяны сушеные гальяны вот это вот это вот тут вот это гальян 15 грамм высушены кошки любят его с ума сходят как услышал что я банку открываю где бы они ни были они подлетят ученые кошки у меня попутно все это показываю вот так у меня некоторые правила я сейчас некоторые не знаю теперь мне уже говорится уходить из жизни я был молод когда уверовал по евангелию уверовал 27 сентября как раз день крестовозвижения шестьдесят втором году и первые тогда услышал что платить надо десятину от заработка десятину на дело божие церковь священство я внутренне подумал я буду платить 9 то есть тысячу рублей заработал 900 сразу отдаю и и поэтому всегда работала двух трех работах и 60 лет так прожил второе у меня я иногда проповедую на площади там поднимут меня куда-то оттуда сама милиция меня за руку тащит тут смута какая-то и я выступил и все мечи по ножнам и стрелять не будут меня не запустили раньше я просился тыгил писал путину чтобы мне дали проход через южную границу турции получил благодарность а мне сердце или кто они там по африканским делам я попутно это все говорю попутно вот если мне кто-то я проповедую в карман деньги толкают я же не вижу я прихожу а там деньги я тщательно пересчитать пересчитаю и почти в этот же день стараюсь кому-то отдать добавив к ним что-то то есть меня если чем-то люди наградили то этим я делаю столько беднее положили 100 рублей а 150 отдал ну и все а минимальная пенсия еще раз говорю это мой господь хвалящийся хвались господом что знает его я знаю его он сделал господь то что люди не понимают избрали и наградил меня великим даром любви к нему этого себя над столом показываю сикстинская мадонна сейчас думаем как избрать это издать трехтомник вот они книги у меня лежат тут два дома одну может даже покажу попутно духовной пищи вот они какие красавицы вот семьсот пятьдесят две страницы 230 иллюстрации юстава даре раскрашены нами раскрашены и 10 из как назвать их другие какие-то галереи оттуда взята классические которые я там комментарии сделал к изданию нового завета 319 моих комментариев блаженного феофилак с откровениями вместе вышли вот поясняю а нужно издать и нужны громадные деньги 5000 экземпляров 5000 внутри тома почти 13 миллионов требуется в три раза подскочили цены как мне сказали в типографиях ходил посмотрел пока пока молимся а бог что одну а бог силен дать дать вот мы книги подарили ездили от барнаула до владивостока тихий океан собака искупалась и потом дать антического португалия скандинавия прибалтика 650 городов и районных центров получили от нас подарок моими книгами 38 томов которые по стоимости оказались 35 миллионов рублей не считая за дорогу только в один однажды в одно лето мы на истратили 440 тысяч горючее попутное поэтому так люди расположены поэтому у нас все есть есть и отбиваться бесполезно я прихожу в повешал костюм обратно иду тянет вижу а вы знаете кедровые такие зернышки они очень хорошие позитивные они у меня в кармане лежат но я примерно догадываюсь кто а я еще сделаю они меня везде находят и везде что-то приносит и так володи нету но я с голода не умираю вот я показал что у меня сегодня есть на обед богу нашему слава аллилуйя аминь